Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды и с вами я, ведущий Олег Бурылов. Сегодня состоялись предварительные слушания по делу о расстреле восьмерых военнослужащих с сандатом-срочником Рамилем Шамсуддиновым. 1 октября 2020 года суд огласит решение по итогам вот этого предварительного слушания. Что известно на данный момент? Во-первых, суд возможно будет открытым, то есть о закрытом судебном заседании пока речи не ведется. Во-вторых, решение суда будет принимать суд присяжных, а не судья. То есть вот это безусловно две хорошие новости. Что еще интересного? Сегодня двое адвокатов Рамиля Шамсудинова, Равиль Тугушев и Руслан Нагиев ходатайствовали перед судом о приобщении к материалам дела рецензии Саратовской юридической академии на заключение психолого-психиатрической экспертизы. Рецензия выявила ряд нарушений при проведении экспертизы и ставит под сомнение выводы заключения. Адвокат Рамиля Шамсудинова сообщил, что в суд было подано ходатайство о повторной психолога-психиатрической экспертизы Рамиля Шамсудинова. По итогам первой экспертизы была нарушена статья 204 Уголовно-процессуального кодекса. В заключении были неточности. Выводы о состоянии Рамиля Шамсудинова делал не психолог, а психиатр, несмотря на то, что это не его профиль. Мы настаиваем на недопустимости первой экспертизы, заявил Равиль Тугушев. Он отметил также, что рассматривать ходатайство в суде будут лишь при рассмотрении уголовного дела по существу. Сейчас Рамилю Шамсудинову грозит уголовное наказание, ему грозит пожизненное заключение, так как его обвиняют по статье 105, часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, убийство более двух лиц. Она предусматривает пожизненное заключение. Сам Рамиль Шамсудинов жаловался на издевательство над ним и над его товарищами со стороны старослужащих и офицеров. В частности, недавно был осужден старослужащий вот этой части Руслан Мухатов по статье 335 Уголовного кодекса Российской Федерации. Он себя признал виновным, частично признал виновным. Он получил наказание в 2 года условно лишения свободы и штраф 30 тысяч рублей. А солдатам-срочникам, пострадавшим от его действий, выплатили баснословную сумму в 500 рублей. Друзья, у меня вот есть еще одна информация, очень примечательная для вас. Вот выводы делайте сами. Как заявил один из источников в силовых структурах, пожелавший оставаться неизвестным, родственники восьмерых погибших и двух раненых солдат хотят подать гражданский иск на имя Рамиля Шамсудинова. Всего они требуют в общей сложности 26 миллионов 730 тысяч рублей, отмечает инсайдер. Как отмечает один из адвокатов Рамиля Шамсудинова, иски они пока не получали. Но вот что примечательно. Вот что заявил в новой газете референт главного военно-политического управления Министерства обороны Российской Федерации Рустем Клупов. С семьями расстрелянных Шамсудиновым военнослужащих встречались и продолжают быть на контакте представители Минобороны. За каждого погибшего военнослужащего члены семьи в равных долях получили по 6 миллионов 680 тысяч рублей без учета должностей и воинских званий. Не получила на сегодняшний день свою долю только мать погибшего капитана Евсеева, ввиду того, что давно живет отдельно и ее место пребывания неизвестно. Но деньги для нее зарезервированы. Дополнительно рассматривается вопрос о том, что по линии жилищного обеспечения, как участникам ипотечно-жилищного кредитования, должны будут еще выплачены в сумму в размере 4,2 миллиона рублей и 4,3 миллиона рублей. Это касается только семей погибших офицеров и сержанта контрактной службы. Также необходимо отметить, что направлено обращение председателю ВТБ о рассмотрении возможности списания кредитных обязательств погибших военнослужащих, заявил Рустем Клупов. Друзья, я вам хочу напомнить, что главные виновники вот этого дела, на самом деле, старший лейтенант Даниил Пьянков и сержант контрактной службы Андрей Покатило, на них не было заведено уголовное дело. Кстати, по нереабилитирующих, по нереабилитирующим их обстоятельствам, то есть в связи со смертью, родные вот этих погибших людей отказались подавать в суд о их реабилитации. Но, тем не менее, хотят подать гражданский иск на Рамиля Шамсудинова, чтобы с него еще получить 26 миллионов 700 тысяч рублей в общей сложности. То есть вместе с семьями других погибших и пострадавших солдат. Даниил Пьянков по сладам Рамиля Шамсудинова обещал изнасиловать его, а Андрей Покатило, контрактник, отобрал телефон Рамиля Шамсудинова, подаренный ему отцом с Алимжаном Шамсудиновым. То есть, понимаете, вот это вообще сплошная уголовщина, но, тем не менее, родственники вот этих вот, я даже не знаю, как их назвать, персонажей получили уже по 6 миллионов 680 тысяч рублей и еще хотят получить деньги с Рамиля Шамсудинова. Вы представляете, какой цинизм, какое лицемерие? Ну, друзья, я не хочу ругаться, поэтому материться в видео, поэтому пишите свои комментарии сами, пожалуйста, без мата только, я вас прошу, давайте не будем уподобляться вот этим персонажем. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам интересно судьба Рамиля Шамсудинова. Я буду следить вот за этим делом, пока оно не закончится. До свидания, с вами был Олег Бурылов, ваш голос, правда. Субтитры сделал DimaTorzok